Французская журналистика с первых своих шагов качественно отличалась как от немецкой, так и от английской периодики своей содержательностью. Один из историков печати 19-го начала 20-го века, Людвиг Соломон, сравнивает французскую печать с вечно колеблющейся поверхностью моря, отмечая ее большую подвижность. Он пишет, что французская печать значительно превосходит английскую изяществом, остроумием, темпераментом и неподражаемым искусством ежедневно набрасывать в острую, хотя и не всегда верную картину мировой жизни в данный момент. Благодаря этим свойствам национального гения французская печать быстрее и легче немецкой и английской прошла первые ступени своего развития. Уже первый французский листок шел дальше простого сообщения известий и старался возбудить в обществе сочувствие к определенным идеям. Периодические издания появились во Франции несколько позже, чем в Германии или Италии, но ежедневная жизнь интересовала еще первых французских хроникеров. Элементы журналистики присутствовали и в газете парижского буржуа, и в скандальной хронике Жанна де Труайе. Изобретение печатного станка Гутенбергом не осталось незамеченным во Франции. С 1470 года ректор Сорбоне Гиом Фишер и Приор Жан и Нен были увлечены идеей создания типографии при университете. Первая продукция французского печатного станка появилась в 1475 году. Печатались поначалу, как и везде, книги. Чаще всего печатались хроники. Первые – хроники придворной жизни. Они были посвящены описанию военных походов, заключению брачных союзов, похоронам и т.п. Второе – бюллетени дипломатических отношений. Это прежде всего послания и тексты договоров. Например, договор между Людовиком XI и Максимилианом Австрийским. И, наконец, третье – хроники религиозного содержания. Что касается современной французской печати, то самыми известными и распространенными считаются. Агентство Франс Пресс – всемирно известное агентство новостей. Старейшее в мире информационное агентство, создано в 1944 году на базе агентства ГАВАЗ. Оперативная публикация новостных материалов в мультимедиа-формате. Локальные войны и международные конфликты, политика, спорт, крупнейшие культурные события, новости здравоохранения, науки и современных технологий. Все это печатается в этом агентстве. Газета Le Monde. Le Monde – французское издание номер один во Франции и во всем мире. Монт была основана Юбером Бевом Мэри по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн. Le Monde является ежедневной вечерней газетой с тиражом 364240 экземпляров. Следующая газета – Фигаро. Фигаро – ежедневная французская газета, основная в 1826 году. Название получила в честь Фигаро героя пьес Бумаше. Из его же пьесы «Женитьба Фигаро» взят девиз газеты, напечатанный прямо под ее названием. Где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятно. До апреля 1854 года выходила нерегулярно в небольшом формате на четырех страницах, имела сатиристическое содержание. Считается, что газета отражает точку зрения умеренно правых партий. За это Фигаро регулярно подвергается критике со стороны левых изданий, таких как «Либерацион», «Мариани» и других. В целом французский рынок периодики находится в состоянии медленного роста после кризисного 2002-2003 годов. Доля подписки в продажах постоянно растет, однако в настоящее время преобладает розничная продажа. Совокупный тираж французской прессы неуклонно сокращается во всех категориях. Можно выделить две основные особенности французского газетного рынка. Первое – большая доходность и более высокие тиражи региональной прессы по сравнению с центральной. Второе – преобладание интереса читателей к журнальной периодике и, как следствие, высокая доходность этого рынка. В настоящее время общий объем рынка общенациональной и общественно-политической прессы, включая ежедневную и еженедельную, составляет 1,994 млрд долларов. Специализированная массовая пресса самая популярная и имеет наибольший объем рынка, который составляет 5,563 млрд долларов. При этом она собирает меньше всего рекламы, чуть больше 30% доходов. Остальное приходится на продажи, причем в первую очередь продажи номеров.